Это Prime Time. Я хотел бы напомнить, что главная тема сегодняшнего выпуска – налоговая политика Казахстана. И вот одна из новостей. Повышения ставки НДС в Казахстане не будет. Точку в этом вопросе поставил новый глава Кабмина. Размер налога по поручению президента останется на прежнем уровне. А вот правительству Олжас Бектенов рекомендовал искать другие пути пополнения доходной части бюджета. О том, что сейчас происходит во сфере налогов нашей страны и что ее ждет в будущем, расскажет мой коллега Рауль Габитов. Дефицит бюджета в Казахстане растет с каждым годом. Прогнозирование и управление финансами хромает. А доходы идут в основном за счет налогов, которых, кстати, тоже недостаточно. По данным Министерства финансов, из-за налоговых льгот, которые предоставляются бизнесу, бюджет в среднем недополучает 7 триллионов тенге. И тут нужно что-то менять. При этом во время расширенного заседания правительства президент подчеркнул, задача не повысить налоги, а увеличить их поступление. Это значит вывести весь бизнес из тени и отцифровать его. Необходима кардинальная реформа в налоговых и бюджетных отношениях. Она должна стать частью нового общественного договора между государством и бизнесом, закрепляющего подходы в справедливом распределении национальных доходов. Это приоритетное направление работы правительства. Обновленное налоговое и бюджетное законодательство должно стать прочным базисом объявленной мной новой экономической политики. Чтобы исправить ситуацию в правительстве, сейчас планируют пересмотреть налоговые льготы и сократить их. Да так, чтобы это не повлияло на ставку НДС. По поручению главы государства повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет. Мы должны искать другие пути пополнения доходной части бюджета. Нужно обеспечить качественное планирование как расходной, так и доходной части республиканского бюджета. Здесь важно принять действенные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования. В первую очередь за счет цифровизации. О том, какие льготы убрать, а какие оставить, думают сейчас в Министерстве финансов. Ведомство планирует разработать новый проект налогового кодекса и предусмотреть в нем отдельный раздел, который будет посвящен льготам. После этого можно будет создать перечень лиц, которые будут их получать. Будут условно исключаться неработающие льготы, которые не дают эффекта. То есть не создаются рабочие места, нет новых производств. Если вот такие льготы есть, они будут убираться. То есть это не призыв к тому, чтобы мы добрали 7 миллиардов именно какими-то контрольными мероприятиями. Это для того, чтобы мы проревизировали и исключили неэффективные льготы. Эта работа проводится и эту работу мы завершим. Эксперты согласны, что от ненужных расходов нужно избавляться. Это единственный способ залатать дыры в бюджете. Есть, например, бизнес, ну какой-нибудь, который, скажем, большой пользы в целом для экономики не приносит, но при этом пользуется какими-то льготами, особо не развивается. Есть какие-то такие предприятия, которые существуют только за счет льгот. Убираешь эти льготы и все, предприятия нет. И вопрос в том, что вы должны дать оценку вообще, оно нужно нам, а надо ли поддерживать это предприятие, а может и не надо. Всего в 2023 году в госбюджет поступило больше 18 триллионов тенге. Львиную долю этой суммы – 10,5 триллионов. По данным Комитета госдоходов уплатили недропользователи. Постепенно растут поступления и в виде так называемых цифровых налогов. Платят их интернет-компании, которые работают на территории нашей страны. Это примерно 36 миллиардов тенге. Но есть и неплательщики. Примерно полмиллиона казахстанцев сегодня имеют долги по налогам на 16,5 миллиардов тенге. 76 миллиардов, например, поступило только налог на транспортные средства. Обычно пенсионеры оплачивают практически сразу. И средний возраст тоже практически сразу. У нас, наверное, задолженность больше относится к лицам работоспособного возраста. Потому что, наверное, просто люди заняты, забывают. Все мы, во-первых, граждане Казахстана. Если мы хотим, чтобы наше государство развивалось динамично, чтобы наши дети ходили в красивые школы, чтобы мы были обслуживались в хороших больницах, то каждому надо платить налоги. Практически все пункты, которые президент обозначил на расширенном заседании правительства, коснулись инвестиционной политики. Ее доля в основном капитале ВВП страны снижается. Хотя вкладывать в Казахстан крупные иностранные бизнесмены готовы. Поэтому правительство должно поработать в этом направлении и существенно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций, говорит президент. Ведь чем крепче экономика, тем больше поступлений налогов. Рауль Габитов, Prime Time.